МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на ННТ. О некоторых событиях расскажут мои коллеги и я, Махач Курбанов. Коротко о главном. Одного спасли, остальных разбудили. Дагестанцы в Томске вытащили из пожара человека. Подробности в выпуске. Команда КАМАЗ-мастер в Дагестане с дружеским визитом. Автогонщики поделились опытом и показали высший пилотаж. Мастерство экипажа оценили и наши корреспонденты. Турнир памяти Наби Олегберова. Играла футбол и команда нашего телеканала. Об этом и не только в спортивном блоке новостей. Выходцы из Дагестана вытащили в Томске мужчину из горящего дома и разбудили остальных спящих жильцов. Эльшат Эминов и Арзуман Ариев возвращались домой из мечети после утреннего намаза и заметили дым со стороны частных строений. Друзья, не раздумывая, бросились на помощь. До приезда огнеборцев уроженцы нашей республики героически проявили себя в чрезвычайной ситуации. В окне они увидели, что один мужчина лежит неподвижно и самостоятельно вытащили его на свежий воздух. Вызвали скорую помощь и МЧС. Отметим, что речь идет о пожаре в переулке Шигарском, в результате которого полностью сгорел жилой дом и серьезно пострадал соседний. Огонь тушили 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 130 квадратных метров. 16-кратные победители ралли Дакар прибыли в Дагестан с дружеским визитом. Экипаж известной команды по автогонкам в классе грузовиков «Камазмастер» продемонстрировал свое мастерство. Как оценили дагестанские рельеф автогонщики мирового класса, узнавала Карина Баталова. Есть слово. Они попадают в ямы, заходят в воду и ускоряются на экстремальных участках. Эти показательные проезды – лишь малая часть того, на что способна команда «Камазмастер». Бездорожье и вязкий грунт. Преодолеть такую трассу – дело непростое. Нужен мощный автомобиль и хорошая охватка. А это у опытных автогонщиков точно есть. Внезапно появилась эта поездка у нас. Мы как раз заканчивали этап чемпионата России в Астрахани. Здесь вступило такое приглашение, но стало интересно. Приехали посмотреть. Действительно, были приятно удивлены. Задумывались вы о том, что здесь можно провести крупное соревнование какого-то российского пола? Да, без проблем можно это сделать, потому что действительно в Астрахани нам уже с 2004 года мы туда приезжаем. И хотелось бы какого-то разнообразия, я думаю, этап, если состоит какой-то в Дагестане, здесь действительно можно сделать очень интересную, разнообразную, хорошую гонку. Ну и дальше можно замахнуться на какой-то уже более серьезной, наподобие Кубка Мира или стать частью большого. Команда «Камазмастер» приехала в Дагестан по приглашению правительства республики. Поэтому Артем Сдунов стал одним из ключевых гостей на мастер-классе гонщиков. В своем выступлении он связал визит экипажа с развитием туристического потенциала региона. А сегодня мы хотели показать Дагестан, мы хотели показать рельеф нашей республики, ее гостеприимность. Потому что, проводя определенные этапы, а именно об этом мы просим Камазмастера, чтобы определенные этапы проводились в Дагестане, мы сможем привлекать значительное число гостей, туристов и, соответственно, повышать уровень интереса к этому виду спорта. Эти массивные внедорожники уверенно обкатывают знакомую трассу. Дагестанские автолюбители из клуба «Раптор» уже не первый год осваивают экстремальный вид спорта. Поэтому именно они взяли за организацию этого спецучастка. Это, как сказать, близкое нам по духу, дагестанцам. Автоспорт, мы его развиваем где-то с 2013-2015 года. Очень сложно, но пытаемся, развиваем. Не только зрелищные проезды могли наблюдать зрители. На одной из площадок сотрудники МЧС показали, как слажено и быстро они работают в экстремальной ситуации. По легенде, этот автомобиль загорелся. Человека быстро спасают, а огонь тушат. Одно мгновение, и вся машина в пожарной пене. Совсем неподалеку проходит конкурс. Кто быстрее накачал колесо автомобиля, тот и выиграл. Кстати, приз – поездка на КамАЗе с гонщиками по экстремальной трассе. И вот в очередной раз уже с победителями машина трогается с места, чтобы покорить, казалось бы, непокоримые участки. Карина Баталова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Дагестан в числе лидеров по производству молока, но выясняется, что можем надоить и больше. По данным Минсельхоза, в прошлом году республика получила почти 900 тысяч тонн молока. Этот показатель за год вырос на 2%. Однако потенциал производства реализуется не в полной мере, считают эксперты. Этому мешает низкий уровень технического оснащения, недостаточное развитие племенной и зоотехнической служб. Сказывается и неудовлетворительное использование естественных кормовых угодий. И, как следствие, низкая продуктивность. Викторины, исторический квест, спортивные состязания и все это на свежем воздухе. Ежегодный туристко-краеведческий слет, посвященный памяти заслуженного учителя России Абакарова Валериана Камиловича, прошел на Волокском районе. Участие в нем приняли школьные команды. С подробностями о соревнованиях Хадиш Курбанова. Весна, природа, отдых. Но не только. Девять команд школ на Волокском районе развернули свои шатры в прибрежной зоне. Здесь сегодня проходит туристический слет. Ежегодным собранием ребята отдают дань памяти его основателю Валериану Абакарову. Человеку, который всегда старался на благо культуры района и патриотического воспитания своих учеников. Сегодня мы проводим уже десятый туристко-краеведческий слет в памяти Абакарова Валериана Камиловича, моего отца, который был всегда патриотом и старался привить любовь к родине, к своим ученикам и нам, своим детям. 1975 года это мероприятие ежегодно проводится в нашем районе. И у истоков краеведения в Новолокском районе стоял именно Абакаров Валериан Камилович. Викторина на знание истории района, преодоление туристической тропы, наземных преград и все это на скорость. Маршрут слета проложен от задания к заданию. Тут ребятам нужна ловкость, смышленность и хорошая физическая подготовка. Команды района сразились как в спортивных состязаниях, так и в умственных способностях. Свои доклады об участниках боевых действий 1999 года представили юные краеведы. Я участвую здесь второй год. Я буду рассказывать о казни шестерых российских солдат. Вот они здесь показывают. Это Таташкин Василий, Каухмал Владимир, Анисимов Константин, Липатов Алексей, Ирнеев Борис и Полагаев Алексей Сергеевич. В основном я спрашивала все у своей бабушки, потому что она была очевидцем. Она вот Табиева Атикат. Она рассказала все в подробностях. Также мне помог, еще раз повторюсь, мой учитель. Вот так у своих бабушек, знакомых, родственников юные следопыты находят неизвестных героев войны. Узнают новые подробности прошедшего и восстанавливают былую историю. Для этих целей в каждой школе и созданы отряды добровольцев. Краеведы вместе со своими учителями в активном поиске военных историй. Множество таких, завораживающих своим содержанием, узнали первыми ученики Патимат Маграмовой. Мы на Валаксе тоже были вовлечены. Вместе с сумадинцами, ботлигцами тоже были в эти непростые события. Очень много боли, очень много трагичных моментов, о которых мы сегодня не говорить не можем. И это для наших ребят патриотическое воспитание. Они должны об этом знать. Это наши герои. Мы сегодня будем говорить о русских ребятах, которые защищали высоту 713,5 в Новолагском районе. Это была очень трагичная история, о которой очень много сегодня умалчивают. Гражданское воспитание превыше всего, так считают организаторы, так считал и Валериан Камилович. Участники были оценены сотрудниками Малой Академии наук. Победители получили кубки и медали и теперь представят район на республиканском уровне. Хадижа Курбанова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Новолагский район. Представители дагестанской туристической компании «Этнотревел» приняли участие в международной выставке «Халяль индустрии», проходившей в рамках 11-го международного экономического саммита «Россия и исламский мир» в городе Казань. В этом году мероприятие приняли участие свыше 3000 человек, представители более 50 стран, 30 регионов России и 25 дипломатических миссий. Цель выставки – презентация потенциала халяльного сегмента, российской экономики и оценка продукции и услуг халяль российских поставщиков. Со своей площадки наши земляки представляли туризм в Дагестане. В рамках выставки, по словам руководителя компании «Этнотревел» Микаила Микаилова, им удалось получить бесценный опыт, встретиться с ключевыми игроками российского и мирового рынка халяльной индустрии и обменяться с ними предложениями. Мы, в свою очередь, предложили создать союз объединения бизнес-сообщества, который бы именно халяльной индустрии объединил бы свои усилия. Потому что много вопросов возникает, уже есть кем-то пройденный опять-таки повторюсь путь, и чтобы нам эта консолидация дала большей результативности для всех нас. Потому что все ведущие спикеры здесь признавали, что именно в объединении есть, на самом деле, большая сила, именно особенно касательно халяльной индустрии. Аншлаг на стадионе на рынке Калав в Дербенте. Звезды мирового спорта провели мастер-класс. На открытой тренировке секретами своего мастерства делились олимпийский чемпион Амдул-Рашид Садулаев и его титулованные партнеры по команде. На спортивном празднике побывал Курбан Рагимов. У него есть все подробности. Едва олимпийцы вышли с машин, как их уже окружили юные болельщики. Новость о том, что в Дербент приедут именитые гости, разлетелось быстро и вызвало большой ажиотаж. Увидеть вживую звезды мирового спорта пришли сотни болельщиков. Вам, молодым, каждому желаю стать знаменитым, прославить Дагестан на весь мир. Когда сегодня едешь за границу, только и слышишь «Ваши борцы, ваши борцы, есть нам чем гордиться». Ими гордится весь Дагестан и Россия. На стадионе на рынке Алла Царит Аншлаг, чемпионы мира и Европы охотно делятся арсеналом своих приемов. Вольники показывают все, что помогает им выиграть на соревнованиях. За каждым движением борцов внимательно следят дети. И для них этот мастер-класс станет хорошим стимулом к большим победам. Впечатлений с детьми всегда бывает приятно. Это для них, в первую очередь, мотивация для детей. Я тоже таким же был, как Рашид рассказал. На самом деле, таких приезд, таких именитых спортсменов всегда мотивирует детей. Поэтому я думаю, что в первую очередь надо поблагодарить главу сегодня, Хедрия Магомендовича, за то, что организовал эту встречу. И сегодня это для Дербента праздник, большой праздник. И здесь столько олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И это для них, я думаю, для детей. В дальнейшем она послужит, чтобы они занимались спортом и здоровым образом жизни. Борцы не ограничились открытой тренировкой. В конце они пообщались с молодежью, ответили на вопросы. После дети еще долго не отпускают своих гостей. Каждый из них хочет пополнить фотоальбом памятным селфи с чемпионом. В программу визита делегации спортсменов входила также встреча с мэром города. Хедрия Бакаров вручил всем благодарственные письма и знаки за заслуги перед Дербентом. Уроженца самого древнего города России Даурена Куруглиева, ставшего весной триумфатором Кубка мира, поощрили денежной премией. Курбан Рагимов, Салим Алискеров, телеканал ННТ, Дербент. В Махачкале накануне состоялся третий турнир по мини-футболу, посвященный памяти спортивного журналиста Наби Аликберова. На поля спортшколы Александра Маркарова вышли пять команд. Это в основном журналисты, друзья, коллеги и знакомые Аликберова. Игры проходили по круговой системе. Впервые свое участие в турнире принимала футбольная дружина телеканала ННТ. Наши футболисты взяли верх над РГВК «Дагестан» и сборной республиканских СМИ. А также сыграли в ничью с болельщиками «Анжи» и блогерами. По итогам набранных очков у нас второе место. Организаторы также учредили индивидуальные награды. Так, лучшим нападающим был признан Шамиль Махаев. Символический приз лучшего игрока по традиции вручили пятилетнему Руслану Аликберову. Ну, наша основная цель это, конечно, в очередной раз собраться вместе, посидеть, вспомнить нашего друга Наби Аликберова. Вот, я думаю, что нам сегодня это с успехом удалось. Сегодня праздник получился, как, впрочем, и в остальные разы. Все довольны. И на этом у нас все. Оставайтесь на нашем канале, не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин